Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сейчас мы с вами в стране безопасности, где будем учиться простым правилам безопасного поведения в любой жизненной ситуации. А помогать мне будет Спасайка, мой верный друг и специалист по безопасности. А сейчас я хочу представить вам наших сегодняшних героев. Наталья и Максим – четвертая команда, которая вступила в борьбу в стране безопасности. Они смогли заработать за два дня соревнований уже 18 баллов. Это неплохой результат, но пройдена только половина пути. Посмотрим, что ждет ребят сегодня. Наташа, Максим, привет! Привет! Я очень рада нашей новой встрече. И хочу рассказать, что происходило за это время в стране безопасности. Все участники страны безопасности уже прошли половину пути. И сейчас Спасайка готов нам показать их результаты. Внимание на экран! Ребята, у вас осталось только две темы для выбора. Это опасность на природе и опасные места для игр. Может, опасность на природе? А-а. А какую ты хочешь? Опасные места для игр. Мы выбрали тему «Опасные места для игр». Итак, выбор сделан. Вы выбрали тему «Опасные места для игр». А какие такие места вы знаете? Нельзя на тротуаре, на дороге, на свалке, в заброшенных домах и на стройке. Ребята, вы назвали много опасных мест, за которые зарабатываете один бонусный балл. Я вас поздравляю. Ура! Как вы уже сказали, мест для игр опасных очень много. Это и тротуары, и проезжая часть, и дорога, и, конечно же, стройка. О ней пойдет сегодня речь. Но для того, чтобы было вам легче отвечать на мои вопросы, я предлагаю вам посмотреть мультфильм. Эх, наконец-то мы на даче! Ура! Отдых! О, не тягозенький себе! Птичка, накрывай на стол, указывается, у нас гости! Смотри, у нашего пришельца аквариум на голове! Это не аквариум, это скафандр! А это что за модник? Добрый день! Мы рады вас приветствовать на планете Земля! Здравствуйте! Меня зовут Баламут! Я из планеты Баламунтия! А может, вам чем-нибудь помочь? А может, у вас на корабле пожар? Мы можем позвонить в 112! Не нужно никуда звонить! Я уже послал сигнал бедствия к себе на планету! Скоро за мной должны прилететь! Ну, тогда, чтобы вы просто так не тратили свое время, мы рассказываем вам о нации и планете! Отлично! Я тогда вас тоже к себе как-нибудь приглашу! У меня огромный дворец и куча разных вкусностей! Что ж ты сразу не сказал, что у тебя там дворец в твоей этой Баламунтии? Я тоже хочу во дворец! Я тоже могу рассказать об обычаях! А это что за модник? А это что за зверь железный? А это экскаватор! Он копает котлован! Ммм, интересный зверь! Пойдемте посмотрим! Карьер – место повысенной опасности! Туда ходить нельзя! Может произойти обвал! Эх ты, Бобр! Пожалел для гостя! А ты еще и к себе на вкусности приглашал! Смотри, что можно делать на карьере! Тут же можно копать тоннели и играть в прятки! Глупый-глупый волк! Я понял! Кто не соблюдает правила безопасности, кого у вас зовут глупым! Ага, точно! Я тебе могу отдельно еще список написать, как таких людей у нас называют! Спасибо вам! Но мне пора домой! Повезло, что я встретил таких друзей, которые хорошо знают все правила безопасности! Не за что! Мы обязательно к тебе приедем! Езжай! Езжай, турист! Ребята, мое первое задание на сообразительность! В мультике Бобр и Заяц рассказали своему инопланетному другу об одной опасности, которая может приключиться на стройке. Вам необходимо ее вспомнить и еще предложить две причины, почему детям на стройке играть категорически запрещено. В мультике волк играл в песке, прорыл там туннель. Да, туннель обрушился, и ему не было выхода с туннеля. Ну он попытался выкопаться, но застрял. И мы подумали, что первое может быть наше, это можно пораниться острыми инструментами, предметами. А второе можно откуда-нибудь упасть. Да, с постройки дома, которая уже немного построена. Конечно же, ребята, стройка не место для игр, именно поэтому она всегда ограждена забором. Случиться можно там все, что угодно, и такие игры, как правило, заканчиваются очень плохо. Вы зарабатываете за свой ответ 3 балла. Я вас поздравляю! Ура! А теперь наступило время приступить к нашему второму испытанию. Из трех вариантов ответа на мой вопрос вам нужно будет выбрать верно и сделать это за максимально короткое время. Готовы? Да. Итак, вопрос. Что нужно делать, если ваш друг застрял между прутьями забора? Вариант номер один. Потяните его за ногу. Вариант номер два. Громко крикните «Помогите». Или вариант номер три. Вариант номер три. Позовите на помощь взрослых и вызовите спасателей по номерам телефона, в 101 или 112. Номер три. Первое. Это может быть ушиб. Раниться и попасть в кровь микроба. Второе. Второе как-то. Громко кричать «Помогите». Строители сами это сделать не смогут. Третье. Третье. Вызвать взрослых. Вызвать спасателей. Да, они помогут. Третье. Ребята, это правильный ответ. Конечно же, нужно позвать на помощь взрослых и вызвать спасателей по номерам телефонов 101 либо 112. Именно они имеют специальное оборудование, при помощи которого можно спасти будет вашего друга. Ну а у нас время приступать к третьему испытанию. Это загадка. Здесь нужно быть особенно внимательным. Если вы отвечаете на нее правильно, то зарабатываете три балла. Если же ответ ваш будет неверный, то один балл я у вас заберу. Толстый тонкого побьет. Тонкий что-нибудь прибьет. Это молоток и гвоздь. Правильно, конечно же, это молоток и гвоздь. Итак, в первом конкурсе вы заработали три балла. Один балл вы получили бонусный. Во втором конкурсе вы заработали два балла. И в третьем конкурсе вы заработали три балла. Считаем, сколько получилось? Девять баллов. Правильно, вы сегодня заработали девять баллов. И сейчас Спасайка внесет этот результат в таблицу. А ровно через неделю я встречусь с вашими соперниками. А с вами мы увидимся чуть позже. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова